Житель поселка Развилка Борис Лившиц не предполагает, где мог заразиться коронавирусной инфекцией. Выходя из дома, он всегда надевал маску и избегал многолюдных мест. Два дня дома был почти без сознания. Сын вызвал через 112 скорую. Она только на следующий день, 8 в пятницу, в 4 утра приехала. Возили, возили меня. И вот, когда сказали, что видно, я говорю, слава Богу, у себя дома. Как рассказала врач-инфекционист 2-го инфекционного отделения Видновской районной клинической больницы Людмила Семынина, пациент после поступления в стационар был помещен в палату интенсивной терапии и обеспечен кислородом. Поступил к нам 16 января с новой коронавирусной инфекцией и в стороннее интерспециально-вирусное принимание КТ-2. Состояние было крайне тяжелое, ситуация была очень низкая. Какая низкая? Какие показатели? Состояние тележурналиста осложнялось абсцессом легкого. Абсцесс легкого – это значит, легочный, в каоне образуется гноник. У него непосредственно гноник дренировался с настоящим брендом. То есть пункты не прячутся, а гной отходит через себя. Благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас состояние его значительно улучшилось, чувствует он себя хорошо. Лечение подозреваем. Своевременная терапия показала четкий положительный эффект. Сейчас пациент самостоятельно дышит и вновь начал ходить. Очень приятное впечатление производит врач Антонина Евгеньевна. Мы с ней несколько, большой период времени беседовали. Она очень знающая. Поскольку у меня папа и мама были врачи, я около этого что-то вроде бы понимаю. А профессионализм, ну я чувствую, они прикасаются ко мне руками там, головом. Каждый день утром и вечером почти час капает на меня тот самый. Под пристальным наблюдением медиков второго инфекционного отделения Борис Лившиц быстро пошел на поправку. Сейчас он бодр и пребывает в хорошем настроении. Две пары штанов до десяток сорочек. Весь наш немудренный багаж. А в сердце полсотни стреляющих строчек, пока мы не вышли в тираж. 84-летний Борис Лившиц с большой ответственностью подошел ко всем рекомендациям врачей и тщательно их выполнял. Что также положительно сказалось на динамике его выздоровления. В настоящее время пациент готовится к выписке из стационара и продолжит лечение под амбулаторным наблюдением. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, Видное ТВ.